Добрый вечер. В эфире телеканала «Спас» программа «Прямая лень и ответ священника» в студии Дарья Ильинская. На ваши вопросы этим вечером будет отвечать и Романах, Пахомий и Шепель. Здравствуйте, очень рада приветствовать вас в программе. Также этим вечером нам будет помогать наш сурдопереводчик Андрей Андрейкин. А вы, пожалуйста, пишите и звоните нам в прямой эфир. Мы готовы обсуждать темы, которые волнуют лично вас. Ну а у нас уже есть первые вопросы. Я предлагаю начать. И очень много вопросов сегодня будет об СВО. И, конечно, очень важно. И хочется услышать ваше мнение. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Марьяна. Мой сын Дмитрий военный. Он сейчас на СВО. Какую молитву мне читать за сына и его сослуживцев? Ну вообще, читать молитву, наверное, не стоит. Нужно молиться молитвой. Читать, ну просто прочитать ничего, это так не работает. Работает только когда с полной отдачей до пота, наверное, молишься, коленопреклонно, в храме у святой иконы. Или келейно, ну в доме затворившись в клеть свою, так скажем, вот, бия себе в грудь, мобилизовав, что называется, все, все, что у тебя есть, и нервы, и силы, и, ну все абсолютно. Вот на тонком нерве, вот тогда это начинает работать, тогда тебя начинает Господь слышать, и святые, которым ты молишься, начинают деятельно принимать участие и в твоей судьбе, и в судьбе того человека, за которого ты просишь, или тех людей. Вот, просто читать молитву, так же, наверное, мне кажется, это мое субъективное мнение, как военного священника, это так же бесполезно, как незаряженный автомат, автомобиль без бензина, там, ну и много-много можно аллегорий на эту тему привести. Поэтому, наверное, не очень важно, что читать, вот гораздо важнее, как читать, где и когда. Вот, я бы настоятельно рекомендовал бы, прям действительно настоятельно рекомендовал бы, ходить к божественной литургии, приобщаться к святых христовых тайн, и молиться вместе с прихожанами храма, куда вы придете, молитвой о воинстве России, которой будет молиться священник у святого престола, вот, в том храме. Потому что она общая, и вся Россия во всех храмах за божественной литургией этой молитвой молится, и я думаю, что вот такой вот мой совет на эту тему. Спасибо большое, да, очень доступные аллегории ваши, очень явственные. У меня еще будут вопросы по этой теме, но сейчас у нас есть видео-вопрос, давайте послушаем. Здравствуйте, уважаемый ведущий, здравствуйте, уважаемый батюшка. Скажите, пожалуйста, вот я мусульманин, можно ли мне молиться Богу Иисусу Христу, если я его признаю Богом, а не правоком Иса? И скажите, пожалуйста, правда ли Бог един один? С уважением, Эльдар. Спасибо за вопрос. Да, очень интересный вопрос. Здесь, мне кажется, вопрос даже, наверное, в следующем шаге. Если вы мусульманин и признаете Иисуса Христа Богом, то, наверное, следующий шаг будет просто принять крещение и следовать уже пути русской православной церкви, нашей русской традиции христианской. Вот, уже в лоне церкви, как христианин, православный христианин. Если вы мусульманин и остаетесь мусульманином, то мусульмане признают Христа пророком Исой, соответственно. Вот, здесь надо просто, мне кажется, Эльдар, определиться, вы в большую степень мусульманин или все-таки уже, наверное, христианин. Просто самому определиться, каким путем дальше идти. Потому что вот эта двойственность, она ничего хорошего привести не может, потому что два пути, два разных пути. Понятно, что все мы верим в единого Бога. У нас Господь, Единый Бог, Создатель, это три лица имеет. Отца, Сына и Святого Духа. Соответственно, где Христос, одно из лиц троицы, единый, единосущный и нераздельный. Вот, мусульмане признают Христа пророком. Понятно, что это уважение, что это действительно пророк, но два разных пути. Мне кажется, Эльдар, определитесь, и все-таки мы не живем в те времена, когда можно, и когда сильно бы вы сильно пострадали за выбор вашей веры. Вот, в ту или иную степень. Поэтому, если вы решитесь стать православным христианином, я думаю, что ни один священник вам в крещении не откажет. И вы будете идти путем православия, если же вы остаетесь мусульманином, то молитесь согласно и сообразно традиции ислама. Главное, чтобы это был ислам традиционный, который призывает к миру, добру, который культивируется в нашей стране признанным официальным исламом. Будет это Татарстан, любые изначально мусульманские регионы нашей страны. Спасибо вам большое за ответ. Мне действительно хочется вернуться к теме СВО, и даже не столько СВО, хотя вы окормляете военных. И всегда у вас находится утешение для родных и близких, чьи близкие, конечно, находятся там, в зоне специальной военной операции. И, конечно, героями не рождаются, ими становятся. И есть очень много здесь людей, которые переживают, особенно матери, у кого дети призывного возраста, у кого мужья, может быть, сейчас раздумывают, ехать им или не ехать. Какой совет дали бы вы им? Конечно, стыдно перед теми женщинами, у кого близкие там сейчас. Тем женщинам, которым страшно, это стыдно, это действительно так. Но вот какие-то слова утешения для них, что бы вы сказали? У кого сыновья призывного возраста? У кого мужья в раздумье? Ну, во-первых, надо материал сказать, что какова бы ни была великой и огромной, наверное, всеобъемлющей любовь Божьей Матери к Христу, к своему сыну, да, которая все прекрасно видела, понимала. В определенный момент она отошла в сторону. И четко об этом сказано, когда они пришли и встали, и Христус был в неком доме, и ему пришли и сказали, матерь твоя и братья твои, единокровные, ждут тебя снаружи. Он сказал, что вот мои братья и вот моя матерь, те, кто слушает меня и исполняет Слово Божие. Я к чему эту аллегорию привожу, да, ну, к чему иду? К тому, что если Богородица отпустила сына на страдания и приняла его выбор, то, я думаю, ни одна мать не должна вмешиваться в жизнь и выбор своего сына, если он выбирает служение Отечеству. Нужно принять, смириться и, конечно же, молиться, как вот в первом вопросе, конечно же, молиться всем, что есть у матери. А молитва матери, и как и проклятие, это величайшее оружие на самом деле. То есть искренняя молитва матери может с одноморья достать, да, что называется. А проклятие матери может город разрушить. И все, и все, что... Я вам больше скажу, там интересный момент, есть разрешительная молитва, которую священник читает над усопшим во время, значит, очина отпевания. Там есть такие, аще клятву матери своя или отца наведенося, да, то есть, если разрешается эта клятва, вот уже после смерти она разрешается. То есть, если вдруг как-то получилось, что мать прокляла своего сына или отец проклял своего сына, понимаете, насколько этот момент важен и, ну, казалось бы, ну, вот вроде, ну, вот он уже умер, ничего подобного. То есть, так же и молитва матери, соответственно, имеет ту же силу, только обратный, обратный, отрицательный знак, да, то есть это уже в минус идет, в негатив. Вот. Что касается отпустить, не отпустить, хотелось бы, чтобы дома, хотелось бы, чтобы вот, хотелось бы, наверное, любой матери, но надо сказать просто, я принимаю твой выбор, сын, иди защищай свою родину. У нас, в конце концов, монумент Родина-Мать называется, да, который создал фронтовик Абучетич, который сам воевал. Родина-Мать зовет. Если Родина-Мать зовет, ни одна мать не может и не должна препятствовать защите Родине своего сына. Ну, вот все, что она может сделать, она может его поддерживать как угодно, и в том числе, и, наверное, самое главное, это, конечно, тем, что она его благословляет на путь ратный, на путь в жизнь вечную, возможно. Возможно. Мы все прекрасно понимаем, не надо думать, что там никто не гибнет, естественно, да, то есть, может быть, на какие-то страдания и муки. Но она мать христианка, она, конечно, понимает, что воля Божья вершится через ее сына, через его выбор. И единственное правильное мне, ну, с моей точки зрения, да и с точки зрения, наверное, доктрины всей церкви, это благопростить выбор, отпустить и благословить на дорогу. Благодарю вас за эти слова утешения. А у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Алмарина. У меня такой вопрос. Можно говорить, да? Тогда мы слушаем вас. А у меня такой вопрос. Вот 20 лет назад в моей семье произошла такая страшная трагедия. Мой законный муж убил нашего домашнего кота. Говорил, что случайно. Ну, не знаю. В общем, убил нашего домашнего кота. После этого я не могла с ним жить. Я не могла вообще с ним рядом находиться. Я не могла его простить. Я была беременна. С мужем мы расстались. Но ребенка, дочку я вырастила. И вот, вы понимаете, очень сложно. Очень много она у меня болела. Очень много у нее не получалось. И сейчас не получается. Я вот прочитала где-то, или кто-то мне сказал, даже не помню, что иногда дети несут ответственность за грехи родителей. Вот в этом случае несет ли дочь ответственность за грех отца? Или это только его грех? Вот как тут быть? И что нам сделать, чтобы как-то... Ну, я все-таки считаю, что она не виновата, чтобы вот у нее все наладилось. Спасибо. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Тиспахом, тут, по-моему, сразу несколько тем. И про детей, которые несут или не несут ответственность за родительский грех. И, конечно, наше отношение к домашним животным, которые иногда лучше даже, чем к людям. Ну, начнем с первого. Несут или не несут. И убил кота. Да. Я не думаю, что... Ну, во-первых, сын за отца не в ответе. Вот отец за сына, да, естественно. Но и в сыне есть, и в дочери, естественно, в любом ребенке есть генетическая память его предков. Поэтому, может быть, и генетическая болезнь, и предрасположенность к алкоголю, к, не знаю, к каким-то другим еще девиациям, ну, как бы девиационным поведением. Но в плане вот в том, что в духовном каком-то, в каком-то воздаянии сын за отца не в ответе, и дочь тем более тоже. Вот. Что касается убил кота, и вы просто проецируете момент, который был у вас очень негативный. Этот опыт, что он убил кота, может быть, при вас, не при вас, но это было. И вы ему не можете простить, и проецируете эту ситуацию на дочь, которая там болеет, которая не получается. Вот. Но это, мне кажется, что это совершенно не так, посмотреть на ситуацию под другим углом. Во-первых, вы его простите все-таки, простите, отпустите эту ситуацию от себя. Вот. Исповедуйте вот эту злобу вашу в храме, и священник вам отпустит грехи, прочтет над вами молитву, вы причаститесь, и только после этого можно, в принципе, причастаться, когда у тебя нет злобы к другому человеку. Личностные особенно злобы, обиды, которые может грызть человека годами, и он будет причастаться, но это не будет в полной мере работать. Потому что Христос говорит, что да не зайдет солнце во гневе вашем, и прежде чем ты пришел к жертвеннику, принести жертву, но прежде чем принести жертву, пойди и примирись с близким твоим. Вот. А в данном случае человек, видимо, тоже не чужой, раз вы говорите о том, что его дочь в ответе, и, значит, вы в курсе ситуации, как они живут. Вот. Что касается домашних животных, ну, насилия над домашними животными, блажен и же и скоты милует. То есть блажен человек, который милует скоты. Ведь сколько мы можем видеть, Серафим Саровский кормил медведя. Лев прислуживал, Господи, дай памяти, по-моему, преподобному Зосиме. Вот. Прислуживал лев и умер на его могиле. Огромное количество людей, святых, которые просто, может быть, не описаны, но они есть, и я абсолютно в этом уверен, которые приручали животных. Там вот та история с сербского монаха, с волчицей. Да много-много-много. Просто доброе христианское отношение животное видит. Даже дикое животное видит. Вот. Что касается убийства беззащитного животного, ну, кота в данном случае, не знаю, неважно, собаки, это будь то собаки, ну, кого угодно. Да хоть цыпленка, просто так. Ну, это, конечно, просто мерзко и недопустимо ни в коем случае. Это говорит о том, что человек не в полной мере, может быть, осознает себя человеком, который является образом и подобием Божиим, потому что он творец и в ответе за то, что делает. Вот в этом и есть образ и подобие Божие. То есть творить и быть в ответственном за свои поступки. В его случае, конечно, тоже надо сходить в храм, исповедовать этот грех, причаститься, покаяться, причаститься, и больше никогда так не делать. И, ну, вы знаете, просто, ну, это показывает о слабости человека в первую очередь, потому что, может быть, это было во гневе сделано, может, это было как-то и струсость, и слабость, и раздражение. Я думаю, что вряд ли бы он схватил какого-нибудь пса конекорса, который весит 65 килограммов, допустим, да, за ноги и ударил об угол. Например, да, мы сейчас представим ситуацию таким образом. Вот, или там алаба, или, ну, то есть это, опять же, код. То есть код, который, может, раздражил. Всё-таки так поступают люди, которые, ну, мне кажется, достаточно слабые и где-то внутри, наверное, трусливые. Вот, а женщине нужно вот то, что я посоветовал обязательно. Благодарю вас. А мы сейчас прервёмся на короткую паузу. Не переключайтесь, мы продолжим через несколько секунд. Уютное утро. Тёплое в любую погоду. Утро, которое начинает твой лучший и самый главный день, наполняя его молитвой, верой и смыслом. Проведи драгоценные утренние часы с пользой. Утро на Спасе. По будням с 7 до 11. С Богом в новый день. Утро на Спасе. В православии такое понятие, как судьба. Ты не одинок. На любой твой вопрос есть ответ. Может ли некрещеный находиться в храме во время службы? Что вы сделали такое? Вы согрешили. Как вы считаете, есть ли жизнь после смерти? Я даже не понимаю, о чём он говорит. Да что за кино? Что за концерт? Как правильно себя вести? Каким святым молиться? Объясним сейчас вообще очень коротко. Сегодня 8 вечера. Прямая линия. Ответ священника. Чудесно. Прямая линия. 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 Фильмы о Боге, о России, о нашей церкви, о наших праздниках и наших традициях, и нас самих. Каждый будний день в 9 вечера фильмы Спаса о самом главном. Можно ли было бы стать хранителем истинной веры, не вступив в конфликт с Западом? Вот у вас сейчас отберут эти храмы, которые вы построили. Что в душах-то? Нынешняя эпоха самая лютая в этом смысле из всех тех, которые ей предшествуют. И это называется не управление государством. Это называется лавочниками. Это готовые очаги нестабильности и подрыва государственной безопасности. Мы героями-то сделали кого? Людей, которых масштаба личности на такие поступки не хватает. Ты сначала плачешь на груди у президента, потом предаешь родину. Неужели вы думаете, что исторически вам не придется за это отвечать? Один футбольный матч закончился, о, теперь там и евреи против арабов. Какой счет? Арабо-израильский конфликт на этом не закончится. Ну, если что, мы вас посадим. Стоп. Ну, дальше как бы не надо. Поле битвы с Сергеем Михеевым. С понедельника по четверг в 10 вечера на Спасе. Чудо – это встреча с живым Богом. В эфире телеканал Спас, программа «Прямая лень и ответ священника». И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Отец Пахомий, вот какой вопрос пришел к нам. Может ли православный долгое время жить без духовника? Я крещеный более 30 лет назад, но духовник так и не нашелся. Правильно ли это? Ну, немножко неправильный контекст вопроса. Правильно, неправильно, здесь мы так не мыслим. Духовник, духовником в наши дни может быть любой старец, который оставил свое наследие. Есть священник, который тебе близок по духу. Потому что духовничество, как и старчество, как-то сейчас не очень сильно себя проявляет. Если таковые есть, вот уровня Архимандрита Кирилла, уровня старца Иоанна Крестьянкина. То есть такого уровня, и они если есть, то они скрыты. То есть старчество и духовничество на таком уровне сейчас для массы верующих не присутствует. Но в конце концов есть их наследие, есть вопросы, ответы и письма того же Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Замечательные, которые я часто перечитываю. Даже уже будучи не один год, так скажем, священником, для меня самого очень и очень интересно его наставление. Я думаю, что не только мне как священнику, но и епископам, и митрополитам, знавшим его лично, они, я думаю, его труды тоже перечитывают. Труды-то простые. Ответы, вопросы, ответы, вопросы. Все есть в литературном формате, в формате книг, в формате где-то аудиозаписей каких-то есть. Может быть, это были лекции какие-то. Но я думаю, что если вы не нашли духовника, унывать ни в коем случае не стоит. Духовником, то есть человеком, знающим тебя и могущим дать тебе духовные наставления и советы, то, что именно тебе нужно, может являться любой священник твоего прихода. Не любой, конечно, но я имею в виду священник твоего прихода, к которому ты ходишь постоянно. К которому ты приходишь и даже, знаете, как бывает у меня, ко мне приходят бабушки на исповедь, какие-то там постоянные прихожане или военнослужащие. Я говорю, ну что, то же самое, то же самое. Почему? Потому что смысл стоять там полчаса разглагольствовать, перечислять те же самые грехи, то же самое. И человек, ну что же там, он говорит, ну вот здесь. Потому что я в этом случае являюсь его духовником, ну на короткий период времени, который его понимает, его жизнь видит ее. По крайней мере на приходе и у некоторых людей и вне прихода, в зависимости от личного общения, так сказать, вовлеченности в жизнь друг друга с прихожанином. Но, что касается духовника, вот мне кажется так, мне кажется так, не надо ни в коем случае унывать. Не у каждого священника и епископа и митрополита есть духовник. Поэтому это такое сейчас, знаете, не каждый человек миллиардер, и не каждый имеет духовника. То есть это такое действительно в наши дни дар какой-то божий, когда у тебя есть действительно духовник, который не заведет тебя ни в какие темные дебри, а будет знать и будет сердцеведцем твоим, который будет понимать всю твою жизнь. Поэтому я думаю, что, конечно, литературное творчество признанных истинных старцев, это и старцы оптинские, там огромное количество. То есть берешь и читаешь, задаешь точный вопрос, формулируешь этот вопрос, открываешь и читаешь. Все написано. Ну, у нас, конечно, другая проблема в церкви. Мы решать ничего не хотим, принимать на себя какое-то решение, какой-то ответственности и обязанности мы не хотим. Мы хотим, чтобы вот дяденька нам все сказал с крестом, батюшка, да, и вот мы как бы пошли этой дорогой. Хорошо, если еще пошли. Ну, и хорошо, если пошли, да. Да, действительно, можно же, конечно, и ездить от священника к священнику, от монаха до монаха, из монастыря в монастырь и выбирать то, что тебе нужно. Но если ты сформулируешь правильный вопрос, ты обязательно получишь правильный ответ из Евангелия, из послания апостолов, из святых писаний, из жития святых. Это огромный плац литературы, в том числе и старцы, которые жили в 19-20 веках, наши современники относительные, да, то есть я вот еще приезжал к живому еще старцу Иоанну Крестьянкину, да. То есть, будучи там 19-летним, 20-летним юношей, я приехал к нему за духовным советом, единственный раз я у старца был, и мне больше не потребовалось. Все, что он мне тогда сказал, все сбылось от и до на долгой дистанции. Но я не бегал по старцам и не ездил из монастыря в монастырь за некими пророчествами, предсказаниями и за точной, четкой какой-то формулировкой, кем мне быть в жизни, что мне делать и прочее. Я под козырек и есть. Нет, ни в коем случае. Одного мне хватило. Он мне сказал, и я шел этим путем, средним путем, не уклоняясь ни вправо, ни влево, на протяжении еще, наверное, лет 15, то и больше, да, лет 14 лет еще я, не уклоняясь вправо-влево, я шел вот как он мне сказал. Поэтому, ну, есть же его письма, те же самые ответы, те же самые вопросы, ничего не меняется. Да, встречи такие, конечно, большой дар. А у нас есть видео-вопрос, давайте послушаем. Здравствуйте, батюшка, хотел задать вам вопрос. Написано, первое, к Оринфинам. Если мужчина отпускает, растит волосы, это бесчестие для него. Почему вы растите волосы? Неожиданно. Спасибо за вопрос. Я думаю, что вы когда записывали в видео вопрос, вы, наверное, еще не видели эфира, конечно же. Но сейчас вы можете посмотреть, что волосы я ношу исключительно в виде бороды. Здесь я по военной традиции, я стараюсь максимально стричься так, как стригутся мои паства. Мои друзья, мои товарищи, мои братья военные, я стараюсь не выделяться из их среды. И когда я нахожусь в командировках, борода у меня значительно короче, чтобы, опять же, не выделяться из среды военных. Потому что военный священник не должен выделяться каким-то особым видом. Что касается высказывания апостола Павла про волосы, да, действительно, это так. В той традиции, хотя Христос имел длинные волосы, кстати. Но это традиция назареев, которые давали обет не стричься и не бриться, да не коснется металл наших волос, пока мы не исполним этот обет. Он давался на время. Он давался на полгода, год, три года, два года, ну, какое-то определенное время. То есть это была некая жертва Богу. И когда человека видели со стороны, видели, что Иисус назарей, да, чтобы этого человека не соблазняли какими-то моментами. И видели, что человек дал некий обет. И не звали его, может быть, на какие-то пиры, какие-то, может быть, усилительные какие-то мероприятия или там на войну, в конце концов. Ну, куда-нибудь. Ну, вот, потому что человек дал обет. И этого человека трогать не стоит, потому что он этот обет несет Богу. Какой уж там можете подойти и спросить, если он скажет. Но, по крайней мере, внешне это вот проявлялось вот таким образом. Вот. Апостол Павел говорил о том, что тогда была мода мужчинам отпускать длинные волосы. Мужчинам, не имеющим к назарейству никакого отношения, как к явлению и даже как к традиции. Вот. Не являющимися иудеями, соответственно. Где Каринф, собственно, да? И вот этим людям он говорил, что бесчестие для мужчины носить волосы подобно женщине. Вот. Впоследствии, значит, впоследствии греками, особенно греками-монахами, была принята новая традиция. Она появилась где-то в конце 15-го, в начале 16-го века. На Афоне она, если я не ошибаюсь, по-моему, на Афоне она появилась первой. Просто пустынники не стригли волосы. Ни в каком не подражании. Просто не стригли волосы и борды, потому что, ну, как бы, мы все равно живем в монастыре, в пустыне, и нам как бы все равно. Ну, вот. Потом это стало отличительной чертой. Да, кстати, надо отметить, что до Никона волос-то особо не очень-то носили. Вот. Он прям сильно ввел эту моду носить длинные волосы для духовенства, чтобы как-то отличаться от светских. То есть длинные волосы отличали еще духовенство. Потому что длинные волосы, прям длинные волосы. Петра тоже не была короткая стрижка, да? То есть, ну, длинные волосы носить могли только духовенство, и тем самым они отличались. Так же еще Павел, император Павел I, он не ввел еще кресты, наперстные кресты, чтобы отличать священника от дьякона, например. И длинные волосы являлись неким таким атрибутом. До этой моды, так скажем, ну, назовем это так, до этой моды, все священники носили короткую стрижку под горшок с выбритой танзурой. Соответственно. То есть гуменцо, это был и Сергий Радонежский, и все-все-все святые, которые носили короткую стрижку и с выбритым гуменцом. Потом эта вся мода стала отходить, отходить, отходить. Что касается нынешней ситуации, дело вкуса. Я не ношу длинных волос. Кто-то носит из монашествующих, из белых священников. Я знаю, носят длинные волосы, и ничего в этом такого нет, если все прилично, ухожено. И с бородой, конечно же, наверное. Потому что здесь еще такой момент был, что бород не имели, а волосы длинные носили. И были похожи на мальчиков. Ну, то есть не на мужей, а на мальчика. Просто понимать историю церкви, историю, как выглядят священники, ну, церковной моды, что ли, так скажем, церковных традиций в плане внешнего вида. Сейчас, ну, не знаю, наверное, мы снова кунулись в ту свободу, когда каждый священник, и вот я монашествующий, но я ношу короткую стрижку. Хотя в 90-е годы еще и в конце 80-х, в начале 90-х, даже в нулевых, была повальная мода на длинные волосы среди монашества. Сейчас она где-то, ну, наверное, на 50 на 50. В зависимости от региона. В Москве чаще короткие стрижки, в регионах чаще длинные волосы. Тоже некое отличие духовенства от других. Ни с какой там духовной силой Самсона и физической в длинных волосах я не вижу никаких связей в этом. Нет, дело не в бороде, дело не в волосах, дело вообще в другом. Знаете, есть такая «клобокус нон фацит монакус». То есть клобок не делает монахом, соответственно, и длинные волосы делать нельзя ни духовным, ни просвещенным, ни умным, ни эрудированным. Вообще нет. То есть это просто длинные волосы есть. Спасибо вам большое за такое подробное разъяснение. А мы сейчас прервемся на короткую паузу. Не переключайтесь. Наши дети, наши внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь. Сложность. Богатство. Счастье. Это программа «Русский мир». Не про политику, а про каждого из нас. «Русский мир». По субботам в 9 вечера. На Спасе. Здравствуйте. Вы слышите меня? Да, я могу вас слышать. Алло. Есть ли в православии такое понятие, как судьба? Ты не одинок. На любой твой вопрос есть ответ. Может ли некрещеный находиться в храме во время службы? Что вы сделали такое? Вы согрешили. Как вы считаете, есть ли жизнь после смерти? Я даже не понимаю, о чем он говорит. Это что за кино? Что за концерт? Как правильно себя вести? Каким святым молиться? Объясним сейчас вообще очень коротко. Каждый будний день, в 8 вечера, прямая линия, ответ священника. Чудесно! Субтитры создавал DimaTorzok Проведи драгоценные утренние часы с пользой. Утро на Спасе. По будням с 7 до 11. С Богом в новый день. Порсуна. Портрет в технике иконы. Человек – это луч. Начало есть и нет конца. Разговор о вере. Он важен? Владимир Легойда. О самом личном. Я не верю ни одному своему слову. Видеть людей – это что? Это любить людей? А ведь есть любовь Бога. Вот самое ужасное, если Он перестанет любить тех, кого создан. О самом главном. Приходилось когда-нибудь, кого-нибудь так тяжело, мучительно прощать. Ведь нет ничего важнее на этой земле, чем спасение. По субботам в 10 вечера на Спасе. Вот уж чего я, вот уж какого я от ее не ожидал. Уютное утро. Теплое в любую погоду. Утро, которое начинает твой лучший и самый главный день, наполняя его молитвой, верой и смыслом. Проведи драгоценные утренние часы с пользой. В эфире программа «Прямая линия. Ответ священника». И мы продолжаем. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Меня слышно? Слышно. Говорите, задавайте вопрос. Меня зовут Елена. У меня в этом году, в феврале, будет год, как упаковывалась моя матушка. Это будет в среду. Я хочу заказать. Мне посоветовали поминание в монастыре. А день среда. Там все сделают как надо, конечно, службу. Какие продукты мне в монастырь отвезти? Рыбу можно. Говорят, что там яйца, масло, сливочное нельзя. Как вот подскажите? Подскажите, как правильно. Спасибо большое за вопрос. Отец Пахомий, как справить поминки в постный день? Вот в чем суть вопроса. В монастыре? Не знаю, вам предоставляют помещение. Я просто не очень понял контекст. Если вам предоставляют помещение, да... Служба будет в монастыре. Нет, в панихида. Да-да-да, в панихида. Или это будет, если это монастырь. Там служба каждый день. Бывает она ранняя литургия и поздняя литургия. То есть, в зависимости от наполненности монастыря священнослужителями. Что касается трапезы, то после службы. То есть, будет панихида после литургии. По-любому после. В любом случае. И если вам предоставляют помещение, то набор продуктов один. Постный. Но рыба... Не везите туда колбасу, сало в день постный. Чтобы не нарушать монастырский устав. Это раз. Во-вторых, может быть, имеет смысл у отца Келлоря, который вам предоставляет, отвечающий за подобные действия в монастыре, предоставляет вам помещение, ну, соответственно, трапезное. Или это какая-то кафешка на территории монастыря. То, наверное, просто уточнить у него. Может быть, он что-то подскажет и более. Потому что, знаете, в чужой монастырь со своим уставом не ходят даже епископы. А уж я, там, бедный иеромонах, мне-то куда. А если поминки дома, правила все те же остаются? Если это постный день. Вы знаете, и вот честно вам скажу, я такого акцента на день делаю никогда. Вообще. Особенно людям мирским в такой день поминки... Поминки не должны превращаться в пляски. Это 100%. То есть поминки должны быть чинно, благородно, тихо по возможности. Что такое поминки? Мы поминаем. То есть мы вспоминаем самое доброе, самое лучшее, что было в этом человеке. Под воздействием горячительных напитков, которые будут чрезмерно выпиты. То есть это не три тоста, как в армии. Мы пьем за родину первый, второй пьется за ребят живых, которые в нарадном подвиге сейчас. И третий тост, это все встают и молча поминают тех, кого с нами нет. Три тоста, которые после них уже могут быть разные, за родители и прочее. Ну, три тоста. Главное, чтобы не было 8-9 тостов, после которых уже всплывает и не очень что-то хорошее из сердец людей и памяти о том человеке, которого они поминают. Какие-то обиды, какие-то, может быть, то есть под воздействием горячительных напитков. Но на поминках, допустим, ну, почему бы не поставить бутылочку вина, да, вспомнить добрым словом, может быть, даже песню какую-то спеть, которую любила мама ваша, да, посмотреть, может быть, прочесть стихотворение. Ну, это все что угодно. Поминки – это творчество людей, ну, как бы, группы людей о едином человеке, которого они поминают в этот день. И как бы ты хотел, чтобы тебя поминали, так и делает человек. Если человек хотел бы, чтобы его поминали, там, не знаю, на могиле бутылкой водки из горла и втыкали какой-то немыслимой совершенно новой традиции чудовищной. Я вот на кладбищах бываю часто в силу служения, в силу профессии, если это можно выразиться. И я прям вижу, как бы быть бычками, фильтрами в, значит, в землю или в снег утыканы могилы, типа «Вася, покури!». Вот. Стоят эти стаканчики с водкой, были бутылка там початая, какое-то вот такое вот все. Вот. Что вызывает, ну, просто, ну, недоумение и какой-то это гротеск, да. Вот чтобы поминки не переросли в такое, в подобное, да, это, конечно, лучше делать не на кладбище. На кладбище нужно молиться. Приезжать, сидеть, молиться, позвать священника по возможности. Священник Литийку, Панихиду послужит, настроит вас как инструмент на молитвенный лад. Вот. И вы можете потом, когда это будет поминальный стол, спокойно, тихо, настроившись на мир, настроив на мир свое сердце, вспомнить человека, как живого человека в жизни вечной, ушедшего от нас ныне. Вот. И с пониманием, что в любую секунду Господь может призвать и нас. И тогда, я думаю, что помни последний свой, вовек не согрешишь. И тогда все будет, ну, прилично, что называется. И с долей вероятности, наверное, не повысить слово и духовно. Благодарю вас. Ну, а у нас, как и в жизни бывает, есть место скорби, есть место радости. Вот вопросы грустные сменяются вопросами, более радостными о любви. И вот Григорий, например, спрашивает. В церкви на литургии понравилась девушка. Теперь хожу на службу только ради нее, чтобы встретиться снова. Все мысли только о ней. Как снова сосредоточиться на литургии? То есть, если только, вот это слово только надо исключить. Потому что на литургию надо ходить исключительно ради Бога общения. Ради того, чтобы помолиться. И не просто постоять, а потом уйти, не причастившись. Никто в ресторан, в самый дорогой, где у тебя абсолютно бесплатно можешь есть любые явства, не приходит, чтобы постоять полтора-два часа, понюхать это все и уйти. То есть, ну, это... Я людям объясняю, что это так выглядит. Вы постояли, свечку поставили, постояли и ушли. Здесь же тебе трапеза божественная. Там сам Господь в дарах. Тело и кровь Христовы. То есть, ну, что может быть выше? Выше не может быть ничего. Это пик, за которым только сам Господь в жизни вечной. До которого надо дожить, так скажем, и прожить жизнь так, чтобы это все хотя бы увидеть. Лицезреть. Уж там Господь примет, нас не примет. Это Его святая воля. Вот. А что касается... Ну, не знаю. Даже такой интересный вопрос. Если вы любите эту девушку, вы придите, помолитесь. Вы просто придите и настройтесь на молитву. Господь вам обязательно ее снова явит, так скажем. Но если вы ходите исключительно от того, чтобы ее там найти, вы ее там можете и не найти никогда. А молитву потеряете, и богообщение потеряете. Просто помолитесь Богу, сказать, Господи, если она моя девушка, она еще раз снова придет и станет моей женой, и все будет... И много детей мы народим, и все будет, так говорится, во славу Божию. Но если нет, то нет. Надо просто задавать очень четкие вопросы, чтобы и быть готовым, может быть, к таким ответам, которые ты не хочешь, но которые правильные. Не всегда ребенку дают гематогенку, да? Иногда ребенку дают и касторку. Ну, что-то горькое, неприятное, а может быть и уколы для того, чтобы им помочь. Поэтому ходить в храм нужно исключительно для молитвы. Но если там еще и будет эта девушка, и вы встретитесь, и вы полюбите друг друга, вы будете ходить уже вместе, водить этот храм детей. Господь вас сведет. Если, то воля Божия. Вы, главное, всегда вы говорите, хочу это, 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 и даже вот то, и вот это, а может быть, даже немножко того, но, и вот но, вот запятая и но. Как ты хочешь, Господи. И вот тогда в жизни будет так, как хочет он. И то, что полезно нам. Спасибо, отец Пахоми. У вас такие яркие образы и советы, которым действительно очень легко следовать. А у нас есть следующий вопрос от Галины. Как вести себя, когда сын начинает хамить и сквернословить? Каюсь, очень сквернословила сама раньше, сейчас такого нет. Вот, кстати, сейчас меня смотрит, я думаю, моя прихожанка, назовем ее там, сестра Т, например. Она недавно жаловалась на то, что матерится ее сын. Но сын достаточно уже немаленький, не 30, 40, может, глубоко за 50. Вот, и он при ней матерится на эмоциях. И она говорит, это очень неприятно, все дела. Я сказал, что в этом случае надо просто сказать, что, просто сесть и погодить, сказать, что мне это, сын, это как минимум неприятно. Это раз. Во-вторых, это делается еще от безнаказанности, то есть я могу. И от того, что я могу, это делают при родителе, да. То есть при матери, при отце. Это некое альфа-доминирование, альфа в кавычках, альфа-доминирование. То есть я вас перерос, я могу уже при вас там материться, да, допустим, при родителях. Ну и если не понимает слов человеческих, я сказал, я не просто сказал. Я как бы дяденька жесткий достаточно, и я просто дал ей разрешительную молитву в руку и сказал ему передать. Там вот как раз про проклятие матери говорится. Но, и опять же, вот эта безнаказанность, она идет от трусости. Она идет от того момента, когда человек это слабый. Потому что если кто-то мог дать бы, что называется, в портонародье в бубен просто, да, и приструнить и сказать, слушай, ты так, дружище, не выражайся. Ты все-таки пожилой человек, тем более мать твоя, да, и все. Попробуй так сделай на Кавказе. Попробуй так сделай в традиционной среде, среди тех же самых бурятов, калмыков, которых я многих знал и знаю. Попробуй так сделай, в конце концов, в традиционной армянской среде. И любой среде, имеющей богатую культуру, корни и отношение к родителям. Ну и что получишь? Почему-то у нас, во-первых, еще, не во-первых, а еще это идет от того, что родители в какой-то момент чувствуют свою вину. И, может быть, они в чем-то и виноваты. Где-то не дадали любовь. Может быть, сама материлась, научила. Ну ты же меня научила. И в какой-то момент они дают заднюю и становятся в позицию жертвой. А быть такого не должно никогда. Родитель, мать и отец до конца, как и старший брат, всегда будут иметь преференции по сравнению со своими детьми, младшими и все. Но и ответственность, конечно же, за брата, за дочь, сына. И ответственность, потому что родители в ответе за своих детей. Здесь налицо трагедия, не доведенного до конца воспитания. Не доведенного до конца. Оно, может быть, начато было. И потом человек на себе любимым заключил. То есть стал личную жизнь налаживать. И вот это поведение, когда человек ставит в роль жертвы, он как бы своим поведением извиняется за ту жизнь, прошлую. Но прошлое было, будущего нет. И здесь, и сейчас. И если такое неуважительное и оскорбительное отношение к матери, к отцу, к близким высказывается в поведении вашего сына, Ну, я думаю, как минимум, как минимум, ему нужна какая-то некая встряска, чтобы человек понял, что он делает что-то не так. Потому что вот таким своим хамским поведением человек роет себя в буквальном смысле, наверное, могилу. Потому что ничего так Господь не презирает и не ненавидит божественной своей ненавистью, как уничижение слабых, доминирование над матерью, над отцом, издевательство может быть. Это просто за кадром может остаться, потому что если человек матерится, он может и ударить. То есть если, и мат-то, видимо, скорее всего, не просто он там сидит, знаете, какой-то он, а, видимо, он уже личностный. Просто человек не до конца раскрыл вопрос. Конечно, эта тема, это бич 21 века. И очень бы мне хотелось продолжить сейчас с вами эту тему. Но мы вынуждены прерваться на короткую паузу, а потом обязательно продолжим. Не переключайтесь. Парсуна. Портрет в технике иконы. Человек – это луч. Начало есть и нет конца. Разговор о вере. Он важен? Владимир Легойда. О самом личном. Я не верю ни одному своему слуну. Видеть людей – это что? Это любить людей? А ведь есть любовь Бога. Вот самое ужасное, если он перестанет любить тех, кого создан. О самом главном. Приходилось когда-нибудь кого-нибудь так тяжело, мучительно прощать. Ведь нет ничего важнее на этой земле, чем спасение. По субботам в 10 вечера на Спасе. Вот уж какого я ответа не ожидал. Уютное утро. Теплое в любую погоду. Утро, которое начинает твой лучший и самый главный день, наполняя его молитвой, верой и смыслом. Проведи драгоценные утренние часы с пользой. Утро на Спасе. По будням с 7 до 11. С Богом в новый день. Всего 30 ступеней на то, чтобы стать человеком. 15 веков назад игумен монастыря на Синайской горе святой Иоанн Лествичник написал эту инструкцию восхождения на небо. Протеерей Игорь Фомин и Борис Корчевников в проекте «Лествица» нырнули следом за святым Иоанном в глубины знания о человеке. О том, как устроена его душа, психология, его природа, как идет борьба с грехом и как одерживается победа в этой невидимой постоянной брани. Книга по проекту «Лествица» делает этот непростой древний труд доступным и близким. 30 глав книги – это 30 ступеней восхождения в небо. Всего 30 ступеней на то, чтобы стать человеком. Здравствуйте! Вы слышите меня? Да, мы вас слышим. Алло! Есть ли в православии такое понятие, как «судьба»? Ты не одинок. На любой твой вопрос есть ответ. Может ли некрещеный находиться в храме во время службы? Что вы сделали такое? Вы согрешили. Как вы считаете, есть ли жизнь после смерти? Я даже не понимаю, о чем он говорит. Да что за кино? Что за концерт? Как правильно себя вести? Каким святым молиться? Объясним сейчас вообще очень коротко. Каждый будний день, 8 вечера, прямая линия – ответ священника. Чудесно! Наши дети, наши внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Это программа «Русский мир». Не про политику, а про каждого из нас. «Русский мир». По субботам в 9 вечера. На Спасе. Здравствуйте. Вы слышите меня? Да, мы вас слышим. Алло. Есть ли в православии такое понятие, как «судьба»? Ты не одинок. На любой твой вопрос есть ответ. Может ли некрещеный находиться в храме во время службы? Что вы сделали? В эфире программа «Прямая линия. Ответ священника». Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И я напоминаю, что у нас есть страничка ВК, где вы тоже можете оставлять свои вопросы. И вот такой вопрос дня у нас сегодня, отец Пахомий. Не могу вспомнить все грехи. Как в них каяться? Ну, все грехов вообще не вспомнишь, на самом деле. Знаете, мне спрашивают, а как начать исповедоваться? Подходит и говорит, ну, я вот не первый раз. Я говорю, брат или сестра, или бабуля, неважно. Я говорю, знаете, вот как бывает. Вот ставим мы мясо на огонь. Или дичь, например. Еще лучше пример. Дичь, утку. До конца не ощипываешь ведь. Начинаем подогревать. На костре веры, да, так сказать, вот это свое. Начинаем подогревать, подогревать, подогревать. И сверху что поднимается наверх? Пена, да? Пена, опилки, там, не знаю, какие-то ошметки, там, чего-то. Перья какие-нибудь. То есть вот это вот все вот самое вот некрасивое, да, что сверху. Начинаем снимать. Огонь усиливается, поднимается уже меньше пены. Потом еще меньше, потом меньше. А потом уже чистый, чистый навар, бульон, уже отцеженный, уже, значит, его еще и процеживают. Вот так же и с душой человека, на самом деле. Первая, вторая исповедь. Я говорю, надо то говорить, чтобы снять как можно больше вот этой черной пены. Это грехи, издевательство над близкими, да, систематическое. Допустим, это было. Это какое-то измывательство над подчиненными. И, конечно же, надо понимать, что бульон, чтобы стал чистым, нужно чаще снимать пену. Спасибо, отец Пахомий. Дорогие телезрители, я хочу вам сообщить, что сразу после нашего эфира на телеканале «Спас» будет показан фильм Дмитрия Донской из цикла «Святые войны». Перечислять все регалии нет смысла. Обязательно посмотрите картину. И, конечно, о мудром политике не могу у вас не спросить, отец Пахомий. Вот часто о святых, когда мы размышляем, кажется, ну когда они жили, разве сейчас можно сохранять такую чистоту веры? В современном мире, где столько искушений, даже молиться и исповедоваться, это уже в некотором смысле какой-то подвиг. Вот скажите, пожалуйста, какой пример может нам дать святой Дмитрий Донской в реальной нашей жизни, и особенно, как его пример применим для наших воинов? Дмитрий Донской, Александр Невский, Федор Ушаков, Даниил Московский. Огромное количество, весь сон наших святых, воинов, князей, князей-воинов. Ермоген, патриарх, да, со своим воззванием. Если мы изучаем житие святого, любого святого, оно должно стать личностным, оно должно нас трогать. То есть, если, я допустим, всегда говорю, вот когда заканчиваю службу, там не будет литургия, будет любая служба заканчивается, да, отпустом. Я всегда упоминаю пророка пламенного, Божия пророка пламенного Ильи, покровителя нашего небесного, да, и дальше. И Дмитрия Донскага, Александра Невского, князей-воинов благоверных, и праведного воина Федора Ушакова. Почему я это говорю? Потому что для меня они все личностные. То есть, для меня они не жили когда-то, для меня они живут и сейчас. Они живут в своих подвигах, они живут в том, что они сделали. Для меня это величайший пример. От Ильи, заметьте, ветхозаветного пророка, параллель до Федора Ушакова, до вот это все, это все для меня личности, те, которые живы и будут жить, и пока стоит Россия и в наших сердцах, и в наших действиях, и в наших поступках. Они тоже есть, потому что это величайший пример, высочайший пример самоотверженности, доблести за веру, за свою идею, за свое служение людей, которые исклали здоровье, жизнь, а порой и даже свою так называемую, знаете, честь, наверное, огромное количество святых, которые подверглись бичеванию из Рима. Ведь Рим ненавидел этих святых. Почему? Они же были, Дмитрий Солунский, плакида, тот же самый Георгий Победоносец. Это все военачальники, то есть не простые даже солдаты. И насколько с ними жестко обошлись, то есть их же перед смертью решили всех регалий абсолютно. То есть они остались на тот момент без чести люди, без той чести, которую они имели бы, если бы отреклись от Христа. Но кто помнит тех, кто казнил этих людей? Кто знает о них? Вот кроме Понтия и Пилата, евангельских, где там все описано. А кто казнил, ну имя, назовите мне имя, или там жизнь того человека, что он сделал, кто казнил этих всех святых? Кто были те палачи? Ну, наверное, история просто, они канули в лету. То есть они канули куда-то на дно истории, и кто их помнит? А между тем, когда их жертвы возвысились до того, что на стягах и на знаменах и на гербах целой империи они присутствуют. То есть в памяти народа они остаются, есть и будут всегда, пока стоит Россия, по крайней мере. Благодарю вас, отец Пахомий, за эту программу, за очень яркие примеры и образы. А вас, дорогие телезрители, сердечно благодарим за неравнодушие в вопросах веры. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Оставайтесь с телеканалом «Спас». Оставайтесь с телеканалом «Спас».